Судно Андрей Вилькицкий Новый российский ледокол представили в Петербурге в конце декабря. Корабль Андрей Вилькицкий прошел по Неве, после чего пришвартовался в центре города, у Английской набережной. Затем он отправится по Северному морскому пути в сторону Обской губы, где будет использоваться при освоении месторождения Новопортовское, самого северного на Ямале. Посмотрите на снимки, сделанные фотокорреспондентом. Красота, да и только. Напомню, мы лишь недавно говорили с вами о том, что Россия имеет более чем 40-кратное превосходство над США по числу ледоколов, тогда как американцы даже боятся посылать свой единственный находящийся в строю ледокол по Северному морскому пути. Однако и это не все. Оказывается, еще в середине декабря американское издание The Hill сообщало, что никаких новых ледоколов у береговой охраны США не будет в принципе. Причина банальна. Клятый агент Путина Дональд Трамп решил перераспределить средства, которые были предназначены на ремонт действующего ледокола «Полярная звезда» и постройку нового. Трамп решил потратить на стену с Мексикой деньги, которые были предназначены для строительства нового ледокола и ремонт старого. Речь идет о 750 миллионах долларов, которые изначально были запланированы для развития и поддержания арктической программы США. Чтобы отремонтировать единственный находящийся в Арктике ледокол, которому 40 лет, запчасти приходится искать на eBay. Запчасти для ледокола на eBay. Ну, у меня просто нет слов. На контрасте со спуском на воду Андрея Великицкого это выглядит вообще потрясающе. Бензоколонка, притворяющаяся страной, с разорванной в клочья экономикой, отставшая от Запада на 50-100 лет, спускает на воду новейшее судно для работы на северном морском пути, обладающее повышенной маневренностью. Цитадель же хай-тека, где все давно на лазерах, а капитализация стартапов в Кремниевой долине переплюнула стоимость «Газпрома» и «Роснефти» вместе взятых, ищет запчасти для единственного спущенного на воду еще в 76-м году ледокола на eBay. Но не прекрасно ли это? Обратите внимание, как только дело доходит до создания чего-то существующего в реальном мире, невиртуального, того, что нельзя отрендерить в 3D, американцы регулярно делают штаны. Победа в холодной войне и несколько десятилетий господства доллара сыграли самозванной исключительной нацией злую шутку. Она разучилась добросовестно трудиться. Нет, в глубинке, где живут голосовавшие за Трампа реднеки, умеющие работать не на KPI, а на совесть, люди еще есть. Ну, пока что. И именно им старается угодить глава Белого дома, выводя войска из Сирии, потому что рядовых граждан из одноэтажной Америки достало допеченок, это дутое имперское величие, на которое вбухивается занятые у банкиров из ФРС сотни миллиардов. А отказ от постройки нового ледокола – это такой побочный эффект. США фактически расписываются в наступившей технологической импотенции. Нет, вполне возможно, в будущем, лет через сто, они смогут опять научиться делать ледоколы. Ну или, допустим, нормальные мосты, которые не падали бы на следующий день после открытия, как тот, что рухнул в марте во Флориде. Я увидела, как мост медленно оседает во все стороны, полетели облака пыли, и бетонные плиты упали прямо на машины. Сначала мы даже не успели испугаться, что тоже можем пострадать. В черной машине была женщина, я молюсь за ее семью. Она кричала и звала на помощь вытащить кого-то на заднем сидении. Это было страшно. Но это будет, если будет когда-нибудь потом. А сейчас, вот прямо сейчас, у нас нет конкурентов в арктической гонке. Да и на Ближнем Востоке, откуда наперебой летят делегации в Москву, конкурентов тоже не будет. Да здравствует изоляция Америки. Да здравствует мощь России. Настало время страны ледоколонки. Даже наглядный пример подоспел. Америки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok